В этом видео подробно по пунктам четко расскажу, что нужно делать, если ваша измена вскрылась и супруга обо всем узнала. Но я бы очень хотел, чтобы информацию из этого ролика вы использовали во благо вашей семьи. Если вы хотите просто по-быстренькому замириться, чтобы супруга вас простила и дальше продолжить изменять, закрывайте это видео, оно не будет вам полезно. Но если вы осознали всю глубину того, что произошло, поняли, что больше не хотите, чтобы измена появлялась в вашей жизни и хотите вернуть отношения, сделать так, чтобы супруга вам поверила, то досмотрите это видео до конца. В конце я поделюсь еще о пяти основных ошибках, которые ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот сейчас не упустить тот момент, который у вас есть. Меня зовут Константин Никулин, я семейный психолог, сексолог и уже достаточно давно я помогаю индивидуально и парам справиться с их кризисными ситуациями. Если ваша супруга только что узнала об измене, то скорее всего она находится в диком шоке, отрицании всего того, что произошло, ей не верится и она испытывает очень сильную боль. И чем сильнее она думала, что у вас все в порядке, чем меньше она догадывалась о том, что вы изменяете, тем сильнее для нее это шоковое событие. Более того, ее боль может быть осложнена тем, что она возможно находилась в уязвимом положении. Например, она была беременна или чем-то болела и вот так вот, можно сказать, столкнувшись с предательством, это лишь усиливает ее чувство боли, чувство несправедливости и того, что вы все порушили, по ее мнению, так как она будет это чувствовать и видеть. И вот в этом состоянии шока она может вести себя даже неадекватно, даже слишком гиперболизированно. Она может выгонять вас из квартиры, она может сама сразу начать собирать вещи и стремиться уйти. Она может наоборот быть сильной такой апатией, нежеланием что-либо делать. Это знаете, когда человек такой только какую-то шоковую новость получил и он сидит и смотрит в одну точку. Может быть разное и здесь вам важно быть рядышком и попытаться понять, что она испытывает, попытаться как-то вот нивелировать этот удар. Но она может сказать, что я хочу уйти, я хочу перестать быть с тобой вместе. И вот здесь важно проявить свою эмпатию и сочувствие. То есть не нужно всячески ее удерживать и говорить, что нет, ни в коем случае я тебя никуда не пущу. Я сам тоже не уйду, мы не будем ни разводиться, ни расставаться. Все, мы будем решать этот вопрос. Да, возможно, какую-то степень такой устойчивости своей нужно проявить. Но поймите, вы для нее сейчас как соль на рану. Вы своим просто видом будете ее триггерить, будете тем вот болевым фактором, который будет постоянно делать ей неприятно, мягко говоря, и больно. Даже если вы будете подходить как-то по-доброму, ласково с ней говорить, у нее в глазах и в ушах будет звучать то, как вы с другой девушкой флиртовали, или общались, или переписывались, или тем более, если у вас был секс. И вы своим видом будете напоминать ей об измене. Поэтому я допускаю, что вы очень переживаете и очень боитесь ее потерять. И потерять вообще в целом всю вашу семью. Поэтому мне понятен ваш страх и нежелание самому уходить или ее отпускать. Но все-таки в части случаев я вижу, что так было бы лучше, когда вы говорите примерно следующим текстом. Ты знаешь, я понимаю, что я доставил тебе дикую просто боль, невыносимую боль. Я понимаю, что ты меня вообще сейчас, наверное, даже не хочешь видеть и слышать. И я готов сделать все для того, чтобы тебе стало легче. И если ты хочешь, чтобы я ушел куда-то на съемную, к другу, или ты сама хочешь уйти, уйти к родителям, или еще что-то сделать подобное, я, естественно, приму твой выбор, мне главное, чтобы тебе было легче. Но, пожалуйста, давай вот хотя бы один день подумай, действительно ли это будет наилучший вариант из того, что есть. Действительно ли этого хочешь. Взвесь, пожалуйста, хорошенько свое решение. Вот здесь очень важно показать, что вы и слышите ее, вы и заботитесь, и хотите сделать так, чтобы ей стало легче, но и при этом не идете у нее на поводу, говорят, что да, делай, что хочешь, да, конечно, хочешь уходить, уходи. Да, не очень-то и хотелось, у нас давно уже с тобой брак трещал по швам. Или, да, конечно, уйду, давно уже собирался. Вот уберите, пожалуйста, сейчас такие сильные заявления, да, резкие заявления, лучше проявите такую эмпатию, сочувствие, сопереживание. Более того, супруга может прямо сейчас захотеть подать на развод, тем более сейчас это сделать не так сложно, можно просто через приложение госуслуги, да, подать заявление на развод. И вот это может тоже вас очень страшить, что, боже, она уже на развод подает, все, крах нашей семье. И, поймите, она сейчас действует, может быть, в какой-то степени эмоционально, спонтанно. Нас никого не учили, как правильно себя вести, когда тебе изменили, когда ты изменил, да, и она может до конца не понимать, что сейчас правильно сделать. И вот эта ее боль от осознания того, что вы все разрушили, да, что все светлое, что было между вами, уже омрачено, то вот из-за этой боли и уязвимости она может делать решительные шаги. Но, пожалуйста, даже если она подаст на развод, не думайте, что это полный крах вашим отношениям. Потому что она тоже до конца не уверена, насколько она готова пойти до конца. Более того, развод — это процесс длительный, особенно если есть дети, да, и специально как раз-то выделяется время для того, чтобы хорошенько взвесить и подумать. Даже если она подаст заявление на развод, это еще не крах, не переживайте. Тоже можете немножко ее удержать и сказать, что, пожалуйста, подумай, да, я очень боюсь тебя потерять, я очень не хочу, чтобы наша семья разрушилась. Да, и если есть хотя бы какой-то шанс нам быть вместе или хотя бы начать обсуждать то, что между нами произошло, пожалуйста, не торопись с решениями. Второе. Если вы разъехались, то не теряйте контакт с ней или не разъехались. Старайтесь быть хотя бы в немножко таком теплом доверительном контакте. Да, она проживает сейчас очень сильные эмоции, и нужно дать ей это место и пространство для этих эмоций. Но если вы полностью совсем исчезнете со всех радаров, да, для нее это будет сигнал, что вы изменили ей, потому что вы ее не любите, или вы изменили, потому что она вам совсем не нужна. Вот этого сигнала она не должна получать. То есть продолжайте выполнять все свои какие-то бытовые обязанности, обязанности по детям, не знаю, отводить в школу или забирать в садик, да. Вы можете даже чуточку больше делать то, чего не делали раньше. Например, дарить какие-то маленькие подарки, говорить какие-то добрые слова, привезти утром просто кофе, да, и пожелать хорошего дня, да, и уехать. Вот здесь очень важно, чтобы она чувствовала, что вы соучаствуете с ее процессом боли, что вы хотите помочь ей. Потому что она, даже если говорить, что настроена решительно, особенно если у нее еще есть к вам чувства, то время играет в вашу пользу. Потихоньку боль будет утихать, не полностью, и вам предстоит большой труд пари для того, чтобы это прожить. Но потихоньку боль будет утихать, и все светлое будет подниматься. А если вы прямо сейчас делаете какие-то маленькие добрые поступки, этого светлого становится больше. Но здесь важный момент. Почему я сказал чуточку больше? Потому что если вы начнете активно задаривать ее подарками, цветами, шубами, не знаю, поездку, кто-то автомобиль дарит, да, то некоторыми женщинами, точнее даже большинством, это может восприняться так, что ты покупаешь мое прощение. Как будто даже жестче ты покупаешь право на то, что ты изменяешь. И вот это не должно выглядеть так, что вы покупаете ее прощение. Это должно выглядеть как эмпатичное сочувствие, сопереживание и забота по отношению к ней. Да, конечно, есть такие женщины, и ко мне обращаются такие на консультации, которые говорят, ну ничего страшного, главное, чтобы он там заразу домой не пришел, а так, если я его поймал, ничего, дорогой подарочек я от него получу. Да, есть такие люди, но таких меньшинство все-таки. Гораздо лучше, если вы будете делать акцент не только и не столько на цветах, на подарках, а на каких-то добрых словах, фразах, смсках, просто доброе утро, как ты себя чувствуешь, могу ли я тебе сделать что-то хорошее, могу ли я тебе как-то помочь, улучшить твое состояние. Это будет лучше, чем какие-то пафосные действия, подарки и что-то сногсшибательное. Для части женщин да, но для большинства ваше бережное отношение, соучастие в ее жизни будет важнее, чем дорогие и шикарные какие-то подарки. Но тоже не чистите, здесь очень важно почувствовать баланс именно вашей супруги. Не совсем отдалиться, но и не быть навязчивым, потому что если вы будете навязчивым, если вы будете тем более запрещать ей, не знаю, уйти от вас, это будет восприниматься как насилие и как то, что вы продолжаете какой-то абьюз по отношению к ней. Поэтому дайте ей возможность решать, но при этом показывайте, что вы очень переживаете и боитесь ее потерять. И да, важный момент, ваша супруга, ваши добрые поступки, даже какие-то добрые слова, особенно раньше, если вы себя так не вели, будет воспринимать как, ну это вот он сейчас такой хорошенький, да, пока я его не простила. Как только я его прощу, все начнется как обычно, вернется на круги свои, и тем более, не дай бог, он опять будет изменять. Поэтому вам очень важно проговаривать такие слова, что «я все осознал, именно сейчас я понял, какой ужасный поступок я совершил, и я понял, что я совсем мало времени тебе уделял, я сам от тебя отдалился, я, возможно, в чем-то обвинял тебя, но я сам мало уделял времени тебе и нашим отношениям. И отныне я хочу, чтобы вот эта близость, этот контакт и эти слова, которые я тебе говорю, чтобы это стало нормой в наших отношениях. Я хочу покончить с тем прошлым, которое было до этого, и я хочу, чтобы ты не думаешь, что это я вот пока сейчас, чтобы завоевать тебя вновь, завоевать твое прощение. Я хочу, чтобы у нас всегда теперь была любовь, доброта и забота в наших отношениях. Не нужно говорить это часто, но дать понять своей супруге, что вы сильно переосознали, что для вас эта ситуация как встряска, как такой дефибриллятор, который ваш, не знаю, уже союз, который, может быть, был при смерти, встряхнул, и ваше сердце внутри забилось, очень хорошо бы это показать. Да, другой вопрос, что ей будет сложно в это поверить, особенно если там 20-30 лет вы этого вообще не делали, делали только в начале ваших отношений. Да, ей будет сложно поверить. И сейчас самый главный вопрос, который она будет внутри себя решать и ответить на который она хочет, это «А где гарантия, что все будет хорошо дальше?» И ваша задача максимально это показать. И третий шаг, который поможет вам показать ваше намерение, вашу серьезность того, что вы задумали сделать, это желательно сделать в первые самые дни, а может быть даже часы после того, как измена вскрылась, это максимально прекратить контакт с третьей стороной, с любовницей. Особенно если это у вас была постоянная женщина, девушка, с которой вы общались, может быть, коллега на работе, либо какая-то еще знакомая, если это не были девушки по вызову, а именно была постоянная девушка. Очень важно вам прям при супруге позвонить и показать, что вы намерены раз и навсегда обрубить эти отношения. Да, наверное, вы будете чисто по-человечески переживать, потому что к этой девушке, возможно, вы тоже привязались и испытываете чисто человеческие даже теплые чувства и обрывать отношения, ну как-то жалко ее, да, если вы будете обрывать отношения резко. Но вы даже себе представить не можете, как часто я слышал от жен напарной консультации, которую я проводил, что меня больше ранила даже не измена его, а то, что он полгода продолжил с ней еще дальше общаться на работе, хотя я его просила и умоляла прекратить всяческие отношения. Это ранит не меньше, чем факт измены или секса. Поэтому берете трубку, ставите на громкую связь, звоните при супруге, говорите любовнице, что прости, о нашей с тобой связи узнала моя жена, я не хочу рушить свою семью, я тебя ни в чем не обвиняю, это 100% моя ответственность между того, что между нами было. Я прошу тебя больше не звонить мне, не писать, да, я надеюсь, что ты с пониманием отнесешься ко мне, но я не хочу терять свою семью, для меня очень дорога моя жена и дети, и наши отношения закончены. Прости за то, что было, да, за то, что тебя впутал в это, тебя не виню, всю ответственность беру на себя. Это действительно мужской поступок, где вы признаете свою ошибку, где вы признаете свою вину и показываете супруге, как реально вы не намереваетесь серьезно пойти в отношения с ней, пойти в отношения в семью, а не своим да нашим, здесь налево, здесь направо, чтобы всем угодить. Угодить всем в такой ситуации практически невозможно. Более того, я вам скажу, что если вот эта девушка, с которой вы изменяли, была ваша коллега или ваша сотрудница, то здесь было бы очень хорошо подумать на тему того, чтобы либо уволиться самому, либо перевестись в другой отдел, либо уволить ее. Смотрите сами, я понимаю, что это очень радикальная мера, но для того, чтобы спасти ваш брак, просто поймите, что если супруга вам скажет, что я тебя прощаю, это вообще не гарантия ничего. Эта злость и чувство обиды у нее может быть еще годами, но чем более серьезные поступки вы продемонстрируете, более того, если вы уволите эту сотрудницу, вы таким образом еще и ее, такое желание отомстить, ее, я имею в виду супруги, желание отомстить, продемонстрируйте, сделайте. Но здесь тонкий момент решать вам самому, но помните о том, что это было бы очень благоприятно для того, чтобы показать, что вы хотите раз и навсегда покончить с этим. Просто поймите, очень многим мужчинам кажется, что я мужик, если у меня много женщин, я мужик, если я сумел соблазнить много женщин. Не в этом мужественность проявляется, не в том, сколько женщин вы соблазнили, и тем более, если это девушки легкого поведения, которых вы просто покупали, это вообще не красит вас, как мужчину. Как мужчину красит то, насколько вы можете держать свое слово, насколько вы способны раз и навсегда отказаться от того, что было в вашей жизни, может быть, и не один раз, а супруга узнала только об одном, и понять, что да, это разрушает мои отношения с супругой, я хочу от этого отказаться, и я сделаю все для этого. Вот это, на мой взгляд, мужской поступок. Четвертое. Да, я как семейный психолог понимаю, что дыма без огня не бывает, и скорее всего, то, что вы пошли налево, этому были причины в семье. Возможно, супруга от вас отдалилась, либо, может быть, много критиковала вас, обесценивала, может быть, вы сами отдалились, может быть, какая-то рутина в ваших отношениях, ну, что-то происходило. Но запомните раз и навсегда, вот, особенно в начальной фазе того, когда ваша супруга узнала об измене, не вздумайте ее обвинять, не вздумайте говорить и оправдывать себя, говоря о том, что, ну, это просто ты растолстела, и у меня уже вообще на тебя не стоит. У нас уже секса с тобой сколько не было, ты вспомни, да, вот, я понимаю, что будет хотеться защититься, что вы не просто так, все прекрасно в семье, вы такие, раз, и я пошел изменять. Нет, скорее всего, были причины. Но, если вы об этом будете говорить, особенно на раннем этапе, когда только-только-только вскрылась измена, для супруги это будет выглядеть как оправдание и как то, что вы не берете на себя стопроцентную ответственность. Это ваша ответственность. Супруга не стояла, не знаю, с пистолетом у вашего виска, заставляя вас изменять. Она не подкладывала под вас других женщин. Это ваш осознанный выбор. И это очень приятно слышать раненной стороне супруги, если вы это и проговорите. Скажете, это моя ответственность, это моя вина, я поступил подло, я поступил низко, и я признаю 100% свою вину за то, что я сделал. Это очень облегчает состояние супруги, потому что если вы будете говорить, слушай, но у нас были проблемы, ты тоже вообще была нехороша, мне уже давно тебя не хотелось, что возникает у нее в голове? Даже если она понимает, что да, возможно, она была не права, но возникает такая мысль, а вдруг я его сейчас прощу, а дальше у нас опять возникнут какие-то недоговоренности, я растолстею, родив там второго-третьего ребенка, и он опять будет смотреть куда-то налево. Или если вы будете оправдываться и обвинять любовницу, что она сама меня соблазнила, она постоянно мне глазки строила, она там, не знаю, меня добивалась, опять же, а где гарантия, что если с вами не будет какая-то новая симпатичная сотрудница, вы опять не будете ею соблазнены? У нее страх. Это самый большой вопрос, к которому ко мне обращаются раненые партнеры. Они говорят, Константин, какая чудо-техника поможет мне опять ему доверять? Прошел год, два, три, пять, десять лет после измены, я до сих пор не могу доверять ему так, как я доверял до этого. Это огромная проблема. И если вы скажете, что это моя вина, я признаю полностью, сто процентов ответственность на себя, я готов с этим работать, если нужно, я готов работать с психологом, для нее это будет для супруги как мед в уши, она будет понимать, что да, он действительно осознал, он действительно чувствует свою ответственность, и тогда, если он проработает вот эти свои моменты, или мы в целом в семье проработаем какие-то блоки и кризисы, то это будет служить хотя бы какой-то гарантии, что это не повторится. Ей важно это почувствовать, что дальше этого не будет. Пятое. Это раскаяние. Многим кажется, что достаточно просто извиниться или извиниться 10 раз, и супруга точно простит. Нет. Вот здесь я хочу вас предупредить, не ждите быстрого прощения. Если это произошло совсем недавно, я имею в виду вскрылась измена, то это длительный процесс, как перелом не может зажить за неделю, так же и травма от измены не может зажить быстро. Этому нужно время. Но вы можете помочь, чтобы это прошло быстрее. И в частности, это искреннее, глубокое ваше раскаяние. Нас, к сожалению, с детства не учили приносить извинения по-нормальному и приносить раскаяние. Нам говорили там, ну иди попроси прощения, да, или скажи там, прости, и мама тебя простит. Вот мы так умеем просто формально извиняться. Здесь это не прокатит. Здесь нужно прям показать, что вы осознали тот масштаб бедствия, который вы причинили. И слова могут быть примерно такие, что, ты знаешь, я ужасно сожалею от того, что я сделал. Я понимаю, что я совершил самый ужасный поступок в своей жизни. Это самая грубая моя ошибка, которую я когда-либо допускал. Мне ужасно стыдно. Я чувствую глубокую вину. И я хочу, насколько это возможно, просто чтобы ты почувствовал, насколько я сильно раскаиваюсь. И мне безумно жаль, что ты с этим столкнулась. Многим кажется, что здесь должны быть какие-то суперфразы, какие-то слова. Но я, когда работаю с парами, я же в онлайне консультирую, я вижу глаза обоих партнеров. И я много раз замечал, что когда человек искренне раскаивается, в глазах раненого партнера идет прям исцеление. Ему становится легче. Он смотрит и думает, ты врешь или не врешь? Насколько ты искренне это говоришь? Поэтому дело не в словах каких-то. Даже, допустим, кто-то из вас скажет, я не такой красноречивый. Важно не красноречие, важно соучастие, что вы искренне осознаете, что вы сделали что-то ужасное и страшное. И чем больше вы это продемонстрируете и показываете, даже через свое молчание, может быть, рядом, через взгляд, через какое-то прикосновение рука к руке, покажете, что внутри вас тоже боль от содеянного, тем сильнее это будет трогать супругу раненого партнера. Следующее, шестое. Это абсолютная честность. У супруги будет много вопросов к вам по поводу того, где ты познакомился с ней, как часто вы встречались. А вот тогда, когда я тебе звонил, и ты мне врал, ты с ней был? Или вообще, что ты ей дарил? Ты на 8 марта и мне, и ей одинаковые подарки, вот как я понимаю сейчас, дарил? У нее будет много вопросов по поводу деталей. И среди мужчин есть вот такая история, что даже если тебя поймали, условно, на другой женщине, отрицай все до последнего, никогда ни в чем не сознавайся. Нередко эта стратегия может быть выигрышной. Локально, да, когда ты отрицаешь. Но вот здесь глобально вы можете быть в большом проигрыше. О чем я говорю? Еще раз подчеркну, вы не представляете, какую гигантскую, тяжелую психологическую работу вашей супруге предстоит сделать в ближайшие месяцы. И я повторюсь, что самый сложный, большой вопрос, на который ей нужно будет ответить, это как, блин, ему снова начать доверять. Что я могу сделать для того, чтобы я перестала паранойить? Многие женщины мне говорят, что, Константин, у меня ощущение, что я схожу с ума. Я вижу, что он меня обманывает, но он все говорит, что, да нет, ты все придумал, да хватит ты паранойить, иди к психологу лечись. Но я чувствую, и когда это вскрывается, опять же, не измена ранит больше, а больше ранит то, что ты мне врал, ты меня газлайтил и говорил, что это не так, хотя это было так. Вот это ранит сильнее. И это вызывает гигантский страх, что если я сейчас сойдусь, и у него опять где-то будет с кем-то флирт, он опять будет все так же отрицать, потому что ему это свойственно. Он вообще профессионал в этом. И я опять буду чувствовать себя сумасшедшей, а это безумно тяжело. И вот если вы хотите облегчить работу, дикий психологический труд, который предстоит сделать вашей супруге, вы можете примерно так и сказать, что ты знаешь, я отныне выбираю абсолютную честность с тобой. Ты можешь задавать все вопросы, которые тебя интересуют, я отвечу тебе абсолютно правдиво и честно. Потому что мне надоело самому жить в этой лжи, мне надоело вечно тебе врать. Но просто прежде чем задать какой-то вопрос, подумай, действительно ли ты хочешь получить на него правду. Потому что некоторые, знаете, такие мазохистические женщины начинают спрашивать детали, в каких позах это было, как ты ее называл, а было ли у вас вот это, то, что только между нами. И вот здесь, как бы не было вам страшно говорить правду, поймите, ваша задача сделать в долгосроке хорошо и легко вам, как паре. И в моменте ей может быть больно от вашей правды, это горькая таблетка. Но долгосрочно она будет понимать, да, я вижу, что он правда отказался от лжи. Тогда у меня появляется возможность начать ему доверять. Я вижу, что он говорит так много правды, как никогда за всю мою жизнь он мне не говорил. И это будет вселять в нее надежду, что и дальше мы теперь будем строить отношения по-другому, основанно на честности. Вы прям так и можете сказать, что больше так продолжаться не может. Я больше не хочу тебе лгать. Ты можешь задавать мне абсолютно любой вопрос. Я отвечу тебе честно, я обещаю. И вот здесь сдержите свое слово. Так вы поможете ей очень сильно справиться с проблемой доверия в будущем, в ближайшие месяцы. И завершающее. Седьмое. Вам нужно поместить в свое сердце ее боль. Разделить с ней всю ту боль и все те переживания, которые она сейчас проживает. Боль, разделенная пополам, становится в два раза меньше. Если вы будете отстраняться от нее, если вы будете показывать, что ну ладно, хватит уже переживать, ну что, ну случилось, давай жить дальше. Тем самым вы обесцениваете ее чувства и показываете, что мне не важно то, что ты чувствуешь. Это самое ранящее, что можно сделать и сказать. Поэтому включите всю свою эмпатию и сопереживание. Просто представьте, как бы чувствовали себя вы, если бы она вам изменила, страстно отдалась какому-то другому мужику, прям делала все, что только можно, говорила ему, какой он классный, как она его любит и хочет. Даже если у вас не было секса, а была такая очень флиртующая переписка, вы уже представляли себе это в голове. Да, ну от фантазии до дела иногда совсем маленький промежуток приходит. Вот просто представьте, если бы вы увидели, вам бы показали фильм с тем, как она вам изменяет, и тем, что все то, что делали вы, с другим сделала бы она, что вы бы чувствовали? Соприкоснитесь с этими эмоциями, чувствами и поймите, в каком персональном аду живет она. И вот когда вы это осознаете, когда вы почувствуете эти эмоции, в этот момент будьте с ней рядом и говорите примерно следующее, что я даже представить не могу, насколько тебе больно и ужасно. Я бы отдал все для того, чтобы ты никогда не соприкоснулась с этой болью, чтобы ты никогда ее не чувствовал. Я вообще даже не знаю, как ты выдерживаешь все то, с чем ты сейчас соприкасаешься и с чем ты сейчас находишься. Если у меня есть хоть какая-то возможность разделить с тобой эту боль, не держи в себе. Вот скажи все то, что ты думаешь про меня, про мой поступок, про то, как тебе больно и как тебе страшно, стыдно, одиноко, ужасно от всего того, что случилось между нами. Да, я виноват, и я признаю эту вину, но не держи, пожалуйста, в себе. Если хочешь, я просто посижу рядом, подержу тебя за руку и помолчу. Если хочешь, я буду отвечать на вопросы. Но если тебе важно, скажи мне об этом, я буду рядом. Если нет, я могу побыть, отойти в сторону. Но не уходите от нее. Это тоже очень ранит, когда мужчина просто говорит, ну все понятно, ты опять свою шарманку включила, все, я пошел, короче. И это показывает, что вам она не важна со своим переживанием. Да, конечно, вам тоже не сладко. Вы чувствуете, скорее всего, вину, стыд, и вам вновь напоминают о том, условно, какой вы подлец. И, ну, надоедает это слушать постоянно. Потерпите. Потому что через то, когда вы это слышите, более того, не просто так, ну давай, погнали, начинаю говорить опять, какое плохое. Нет, когда вы рядом, смотрите глаза в глаза, видите ее слезы, находитесь здесь, не где-то в телефоне, а рядом с ней показываете, что вам важны ее переживания, вот это исцеляет, вот это помогает ей справиться с болью. Конечно, для большинства мужчин, которых воспитывали с детства, не плачь, будь жестким, достигай, ну-ка соберись, тряпка. Вот эти вот все сопли, вот эти вот все слюни, женские слезы, вот эти вот чувства, это вообще непонятный какой-то мир. Как об этом говорить, что делать, меня раздражают ее слезы. Но придется поучиться. Придется поучиться тому, как выдерживать ее боль. Придется поучиться тому, как быть рядом, когда ей плохо. Да, это может быть тяжело, да, это может быть даже невозможно, невыносимо для вас. Но она сейчас в этом очень нуждается. Конечно, если вам там 50, 60, 70 лет, вы уже такой состоявшийся, как личность, не знаю, в прошлом военный, полицейский, не знаю, бизнесмен или еще кто-то, и вам не свойственны вот все эти телячьи нежности, конечно, вам будет очень тяжело. Но попробуйте хотя бы чуть-чуть подвинуться в ее сторону и впустить ее боль в свое сердце. Понять, что ей сейчас, ну, ужасно. Напоминайте себе о том, если бы вам показали фильм с тем, как она изменила бы вам во всех красках. Что бы вы чувствовали? И вот это держите в голове, чтобы понять, что, ну да, я должен это разделить с ней. Не отдаляйтесь, пожалуйста. Иначе, если вы отдалитесь и не поможете ей прожить эту боль, то, может быть, вы и останетесь вместе. Но чем дальше, тем дальше вы будете друг от друга. Вы будете просто как соседи. Это в лучшем случае. А мне известны пары, которые уже такие взрослые люди, 60-70 лет, и они живут как враги. Они даже есть вместе не могут. Настолько много обиды и злости друг к другу накопилось за все эти годы жизни, что один живет у себя на даче, другая в квартире, и они даже пересекаться не могут толком. Вот такой ли жизни вы хотите? Ведь ваша задача не замириться, а ваша задача трансформировать вашу пару, переработать эту боль, чтобы, да, шрам зажил, он будет напоминать, вы будете его видеть. Но чтобы вы смогли сблизиться, может быть, после этой ситуации, так, как не сближались никогда раньше. И теперь я скажу о пяти основных ошибках, которые не стоит ни в коем случае допускать на этом этапе, если супруга узнала о вашей измене и переживает. Первое. Ни в коем случае не оправдываться. Не говорить о том, что это из-за тебя, ты растолстела, ты не уделяла мне внимания, или это кто-то меня соблазнил. Нет. Всю ответственность 100% берем на себя. Второе. Не обесценивайте ее чувства и не говорите, да что ты так сильно переживаешь, что ты какая-то чувствительная, всего лишь там переписка была, ты уж себе там напридумывала, да. Не нужно обесценивать. Для кого-то и флирт это будет измена, для кого-то поцелуй будет измена, для кого-то просмотр порно будет измена. Поэтому поймите, то, что для конкретного человека измена, это уже, с этим нужно уже работать, как с изменой. Поэтому не обесценивайте, не принижайте те чувства, которые она испытывает. Третья ошибка, это думать, что достаточно один раз извиниться, и все. Нет. Самое главное, это принести раскаяние. Постоянно говорить о том, что вы раскаиваетесь, и вы хотите искупить свою вину, вы хотите сделать так, чтобы ей не было больно. И имейте в виду, она имеет полное право не прощать вас долго, достаточно долго. Потерпите, наберитесь терпения. Четвертая ошибка, это продолжать врать, обманывать, еще хуже, замалчивать и говорить, так, все, мы эту тему не обсуждаем, проехали. Вот этим самым вы как бы закупориваете ту рану, и гной он просто копится, вы ее зашили, а гной никуда не делся. И он просто когда-то рванет так сильно, что вам сладко не покажется, даже если пройдет 5 лет. То есть у меня бывали случаи, когда спустя 8 лет, когда случилась измена, у женщины так сильно начало болеть, и она начала так много говорить, муж был вообще в шоке. Он говорит, ты что, это же уже прошло сколько лет, ты что вспомнила? А потому что недовыпустили всю ту боль и переживания, которые были. И пятое, не жалейте себя. Ваша жалость к себе, когда вы особенности будете говорить, ну пойми, мне тоже больно, мне тоже плохо, не сравнивайте ее боль и свою. Ваша жалость к себе будет вызывать только агрессию. Поэтому не нужно говорить о том, что вам тоже плохо, и ну пожалей меня, ну прости меня, пожалуйста. Нет, таких слов не используем. Да, я понимаю, что вам тоже непросто, мягко говоря, непросто и несладко. Скорее всего, вы постоянно находитесь в чувстве стыда, вины, страха, что можете потерять ее и свою семью, и с этим тоже нужно что-то делать. У меня были случаи, когда мужчина меньше чем за 2 недели терял 10 килограмм своего веса, не мог спать, практически 2-3 часа только спал, вообще терял полностью концентрацию на работе и очень сильно переживал. Да, конечно, я понимаю, что это не та идеальная ситуация, о которой вы мечтали или загадывали в новогоднюю ночь, чтобы вот оказаться в ней. Я понимаю, что вам непросто и с этим нужно работать. Да, первое, что я рекомендую сделать, никакого алкоголя. Поймите, что алкоголь это депрессант. Вначале вам чуть-чуть будет лучше, на утро вам будет еще хуже, чем было до этого. И таким образом вы себя вообще в депрессию просто вгоните. Лучшее, что можно сделать, это легкая физическая нагрузка. Идеально это будет быстрая ходьба или легкий бег. Идеально, потому что в момент бега происходит билатеральная стимуляция. Это своего рода как техника ДПДГ, десенсибилизация, переработка движением глаз, только через бег, через ноги. И помимо того, что будет сжигаться ваш кортизол, адреналин, норадреналин и все другие гормоны стресса, также будут перерабатываться те болезненные эмоции, которые в вас тоже накапливаются. Поэтому, если особенно не можете уснуть, прям вечером, прям по темноте, надели кроссовки и минимум 40 минут, а лучше где-то час, легким бегом. Не ушатывайте себя просто вообще в хлам, чтобы вы не чувствовали своего тела. Нет, аккуратно, легкая нагрузка для того, чтобы вам в целом мозг как бы просвежел и накопилась усталость, которая поможет вам уснуть. Вторая проблема, с которой часто сталкиваются, это то, что не могу никак сконцентрироваться, боюсь и переживаю, что она всерьез пойдет до конца и подала на развод, и я потеряю семью, детей, настроят детей против меня и все в этом роде. И многие мужчины рассказывают, что на работе даже не могут сконцентрироваться. Что я здесь предлагаю? Я предлагаю осознанно выделять себе промежутки времени для тревоги. Например, час работаете, 10 минут сидите и тупо тревожитесь. Что значит тупо тревожитесь? Закрываете глаза, ну или с открытыми глазами, смотрите куда-нибудь вниз, можно в этот момент писать и прописываете или проговариваете в своей голове, не обязательно в слух, даже прямо на работе, все то, что вас тревожит. А вдруг она сейчас расскажет родителям, а вдруг она сейчас в социальных сетях выложит, а вдруг она больше вообще скажет пошел нафиг и меня везде заблокируют. А что если она уже ребенку рассказала, да? Прям просто сидите и вот все, что у вас есть в качестве тревожных мыслей, выпускаете, обдумываете, проговариваете. Дальше, ну какой-то промежуток времени полчаса, час, два, работаете. И если во время работы возникает вот эта мысль, а что если вы говорите, так мысль, я тебя увидел, через полчаса я тебя хорошенечко обдумываю, даже можно записать. И вот такими отрывками, чуть-чуть поработали, чуть-чуть потревожились, чуть-чуть поработали, потревожились. Назначайте прямо время, так в 12.00 у меня время тревоги. Запланированное убивает спонтанное. И если вы будете, даже если вот в принципе все в порядке, нет, возьмите 10-5 минут потревожьтесь. Тогда она спонтанно, эта тревога, и мысли о тревоге не будут дальше возникать. Попробуйте именно такой способ. Ну и третье, это хорошо, если бы у вас будет какой-то человек рядом, друг, товарищ, который поможет вам просто проговорить ваши эмоции и переживания. Да, мы мужчины так устроены, что нам привычно справляться со стрессом и со сложными ситуациями самостоятельно. Но если вы сильно переживаете, это не та ситуация, где нужно проживать одному. Да, конечно, ссоры из избы лучше не выносить и многим не рассказывать об этом, но если у вас есть верный товарищ и друг, который мог бы вас просто поддержать, даже просто выслушать и сказать, слушай, я не знаю, что тебе делать в этой ситуации, но просто, не знаю, расскажи все, что у тебя произошло, все, что накипело, я послушаю. это было бы хорошо. Но если вы понимаете, что не готовы об этом рассказывать или нет такого человека и вам нужна квалифицированная помощь, потому что вы очень переживаете, то вы можете обратиться ко мне за консультацией. Я очень давно работаю с изменами и индивидуально, с тем, кому изменили, и с теми, кто изменил, и с парами. Уже огромный опыт, да, по тому, как выпутываться и выходить из разных ситуаций. Если вы не знаете, как правильно себя вести в конкретно своей ситуации, с женой, что делать и хотите наладить отношения, вы можете написать мне по первой ссылке под этим видео, там будет вся информация обо мне, условиях консультации и напишите мне, я задам вам несколько вопросов и назначим консультацию. Не откладывайте в долгий ящик, не проявляйте вот такую мужественность, не бравируйте тем, что вы сами со всем справитесь. Если ситуация критичная, если ситуация сложная, обратитесь за квалифицированной помощь. Это не проявление слабости, это проявление мудрости. Ну а так, я желаю вам удачи, как бы ни сложились ваши отношения. Я надеюсь, что это видео поможет вам и вашим отношениям восстановиться и быть гармоничными. Поэтому, если оно было для вас полезным, ставьте лайк, можете написать комментарий, что было самым ценным. Если не понравилось, дизлайк. Ну и если кто-то в вашем окружении проживает сейчас подобную ситуацию, можете с ним поделиться этим видео. Желаю вам удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok